Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я ее ведущий Сергей Дадыко. Добавляю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496-567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моей сегодняшней гости. А в гостях у меня сегодня начальник Щелковского территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сокращенно Роспотребнадзора по Московской области. Марина Голованева, добрый вечер. Марина Леонидовна. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я вот ничего не упустил в названии вашей должности, но будем коротко говорить, Роспотребнадзор, да, но и еще параллельно вы у нас еще и главный санитарный врач в Щелковском районе. Ну а подведомственная территория ваша, как была, так и осталась, не только Щелковский район, да, еще и города Королев, Фрязино, Лосино-Петровский. То есть всего почти полумиллиона человек. Да. Более 500 тысяч населения сейчас у нас уже. Вот так вот. Один из крупных территориальных отделов Московской области. Ну мы с вами встречались в этой студии примерно год назад. В общем-то проблемы, наверное, остались те же, но тем не менее какие-то изменения произошли за год. И первый вопрос, который хочу задать, это вот именно об изменениях в сфере защиты прав потребителей в федеральном законодательстве. Что изменилось? Да, конечно, время идет, и законодательство меняется. И законодательство меняется как раз в части проведения нашей надзорной деятельности, в проведении проверок плановых и внеплановых. И я бы хотела всем телезрителям рассказать те изменения, которые коснулись практически всех тех граждан, которые обращаются к нам с какими-то заявлениями и обращениями. Вот 294-й федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с января 2017 года внес изменения в проведение плановых, внеплановых проверок. И именно это изменение коснулось тех обращений и заявлений, которые к нам поступают от граждан, от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. В первую очередь это связано с теми обращениями, которые к нам приходят по защите прав потребителей. А в 294-м законе внеплановые проверки регулируются статьей 10. И вот в этой статье 10 сейчас четко прописано, что мы можем проводить проверки по защите прав потребителей только при условии, что заявитель обратился к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю с претензией на некачественное оказание услуг или продажу товара. И он не получил от этого юридического лица или индивидуального предпринимателя ответ решения его проблемы или тот ответ, который он получил, не предусмотрел выполнение тех требований, которые гражданин предъявлял. Вот именно только при этом условии, значит, могут быть проводиться какие-то мероприятия в рамках законодательства по защите прав потребителей. То есть такое, получается, ступенчатое обращение. Это ступень, да. И когда к нам гражданин уже обращается со своим заявлением, он обязательно должен приложить нам эту претензию, к которой он обращался. И на которую ему либо не ответили, либо ответили так, как следует устроить. Да, на которую либо ответили, либо он прикладывает ответ, который его не устроил. Он посчитал, что его права ущемлены. Законодательство о защите прав потребителей данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не соблюдает. Это первое. Второй момент касается всех обращений, которые к нам поступают от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. То ли это вопросы, касаемые причинения вреда здоровью или угрозы причинения вреда здоровью и жизни. Или тоже защиты прав потребителей. Тоже в 10 статье прописано, что гражданин, который к нам обращается с заявлением в электронном виде, должен использовать систему информационно-коммуникационных технологий. То есть гражданин должен пройти обязательно аутоэнтификацию. Ну то есть зарегистрироваться, да? Да, он должен зарегистрироваться. И только тогда, если он зарегистрирован в единой системе, мы можем проводить надзорные мероприятия по такому обращению. Это связано во многом с тем, что многие обращения были фактически анонимны, не находили подтверждения. И граждане, которые обращались только с электронным адресом, их вообще практически найти невозможно было. И в то же время мы столкнулись с такой проблемой, что полученные такие обращения, проведенные даже проверки по этим обращениям, даже при выявлении иногда нарушений или без нарушений, ответы нам возвращались обратно. И граждане, которые вроде бы как нам писали, даже писали, что мы к вам вообще не обращались. Ну вот, законодательство приведено сейчас в такой порядок, и только можно тогда проводить проверочки, когда четко, ясно, какой гражданин кто написал. Ну вот, возвращаясь к нашей вчерашней встрече, да, вот вы мне показали обращение инициативной группы родителей, так скажем, да? Ну да, вот пришла жалоба от инициативной группы родителей. К сожалению, мы провести надзорные мероприятия по данному обращению не сможем. Потому что там вообще нет ни одной подпись. И, конечно, люди, как всегда, обращались к гражданинам, пожалуйста, пишите, так скажем, непосредственно письменное обращение. Но должен четко соблюдаться 59-й федеральный закон, когда есть фамилия, имя, отчество, есть адрес и есть подпись. Это требование 59-го федерального закона четко должно соблюдаться. Ну а вот как вы думаете, почему граждане не подписываются, боятся каких-то последствий или просто не знают правил? Ну я думаю, что здесь как бы, наверное, разные варианты бывают. Кто-то, может, просто не считает нужным. Кто-то, отправляя в электронном виде, считает, что вот достаточно электронного адреса. Ну я не думаю, что здесь высокая степень боязни. Может быть, просто незнание закона именно этой части. Потому что на протяжении последних лет все обращения принимались. И как бы это широко было распространено. Наверное, сейчас просто вот необходимо гражданам это объяснить, чтобы они четко пользовались именно 59-м федеральным законом, его исполнением, писали обращения в соответствии с ним. И, конечно, вот если они хотят, чтобы провели надзорные мероприятия, четко действовали в рамках 294-го закона. Хотя закон и называется о защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля надзора и муниципального контроля, вроде бы как непосредственно граждан, не касается. Но сейчас вот эти изменения уже четко, так скажем, необходимо знать и гражданам. Тем более, что наши многие граждане являются индивидуальными предпринимателями, и они участвуют в этой деятельности. Ну а вообще вот с какими заявлениями чаще всего обращаются к вам? Скажем так, и физические лица, да, и юридические? Юридические лица к нам обращаются мало. Как правило, это какие-то вопросы в взаимодействии между другим юридическим лицом, и такие обращения не в нашей сфере. А основное обращение – это обращение от граждан. За прошлый год мы рассмотрели 1612 обращений. 70% этих обращений – это обращения по защите прав потребителей. Причем не столько даже на продукт. Это, конечно, из этого 70% на торговлю розничную. И, наверное, в этой торговле более 50% составляет торговля непромышленными товарами. То есть продовольственными. В смысле промышленными товарами, непродовольственными, да. То есть непродовольственные товары. И оказание услуг. Обращения в последнее время участились на некачественное оказание медицинских услуг. Значит, в сфере связи. Очень много сейчас обращений. Вот в 2016 году прошло, и в этом году продолжает увеличиваться количество обращений. Транспортные услуги. То есть практически весь спектр. Ну и ЖКХ, конечно, жилищно-коммунальные. Но так как в Московской области есть и другая организация, да. Жилищная инспекция, которая также занимается вопросами ЖКХ. Нельзя сравнивать количество жалоб. Ну, в процентном отношении, конечно. Которые сейчас поступают у нас по ЖКХ. И которые поступали 7-8 лет назад. Их, конечно, в процентном отношении значительно уменьшилось. А так их поступило в районе 200 за прошлый год. Из 1600 вот это. Остальные вопросы санитарного законодательства. И основное, конечно, это в первую очередь условия проживания. В условия проживания сюда входит и шум от различных источников. Вот это, пожалуй, основное. Что сейчас мучает граждан. И в основном это новые наши микрорайоны. Но шум уличный, да? Нет. Шум, создающийся от инженерного оборудования в доме. Шум от соседей регулируется законом о тишине Московской области. Этот закон мы не контролируем. Этот закон контролирует административно-техническая инспекция и милиция. То есть гражданин, если шум соседей, вызывает милицию, там регистрируется, административно-технадзор разбирается. Мы занимаемся шумом именно от различного инженерного оборудования. Возможные насосы подкачки, которые, значит, расположены в здании. И также мы занимаемся шумом, который создается в жилых помещениях от других объектов, размещенных, как правило, на первых этажах этих домов. Это торговые сети. То есть опять вернулись к торговле? Да, вернулись к торговле. Торговые сети – это как от оборудования холодильного, кондиционеров, а также от движения тележек. Неужели так слышно? Да, слышно и превышает. Основное количество, которое мы провели административных расследований за прошлый год, значит, у нас было 36 эффективных расследований. Я вам так скажу, что 25 или 26 – это были по шуму. Ну вот реально, да, вы провели проверку, да, установили шум, скажем, в магазине от тележек, да? Да, мероприятие, юридическое лицо проводит мероприятие, разрабатывает план повторной мерии. Здесь не только у тележек меняются колеса, очень важно. В том, какие полы в магазине, все, как они движутся, какой транспортный поток идет этих тележек, как они, даже в основном, еще зачастую, когда идет загрузка товара и выгрузка, когда применяются тяжелые тележки, не такие, которые мы с вами, так скажем, приобретаем продукцию и ходим. И достаточно эффективно такие мероприятия проводятся, и все. Бывает так, что, да, 2-3 года хватило, опять все уже пришло в взношенности, и опять шум появился такой. Ну вот еще интересный вопрос, вы сказали, что жалоба поступает еще и на работу транспорта, но тоже это, наверное, немного не по адресу, да, есть эти транспортные инспекции? Есть транспортная инспекция, конечно, да, зачастую нет, но здесь транспорт – это широкое понятие транспорта. Здесь оказание каких-то услуг договорных, когда не соблюдаются условия договоров, такое, но есть. Ну вот, вернемся, наверное, все-таки к половине, да, обращений, то, что мы говорили, по продовольственным товарам. Я сейчас предлагаю посмотреть видеосюжет, который мы снимали буквально полтора месяца назад, о работе Центра гигиены и эпидемиологии, который находится при вашем территориальном отделе. Так что давайте посмотрим, потом обсудим этот сюжет. Основной целью деятельности территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области является защита законных прав граждан на сохранение и укрепление здоровья, благоприятную среду обитания, на получение полной и достоверной информации о товарах и услугах. Щелковский центр гигиены и эпидемиологии, работающий не только в нашем районе, но и в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, осуществляет одно из направлений санитарно-эпидемиологической службы и является правоприемником центров Госсанэпиднадзора. Сейчас мы с вами находимся в лаборатории микробиологических исследований. Мы берем маски и зева на стефилококке, стриптококке, менингит, с тем, чтобы определить наличие микрофлоры у того или иного человека или ребенка. Здесь работают высокопрофессиональные специалисты, их более 90 человек. Они занимаются и контролем качества пищевых продуктов, что является одной из составляющих здорового питания. Результаты исследований свидетельствуют о наличии на потребительском рынке фальсифицированной продукции, в которой жиры животного происхождения заменены на жиры растительной природы. Здесь могут установить, является ли тот или иной продукт подделкой. Осуществляется также и контроль качества молочной продукции. Путем определения жирно-кислотного состава. Главная задача – это обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. И каждый руководитель отвечает за свой объект и за то направление деятельности, которым он занимается. И если он будет обеспечивать санэпидемиологическое благополучие на своей территории, другой тоже на своей, и в целом в районе у нас будет все, слава богу, благополучно. Вот это наша задача. Марина Леонидовна, такой вопрос. А как попадают на проверку в Центр гигиены-эпидемиологии, скажем, те же кисло- или просто молочные продукты? В результате ваших проверок или в результате заявлений граждан? Значит, смотрите, Центр гигиены-эпидемиологии – это подразделение, входящее в систему Роспотребнадзора, и они являются филиалом Центра гигиены-эпидемиологии по Московской области, так же, как и мы, являемся филиалом управления Роспотребнадзора по Московской области. И у Центра гигиены-эпидемиологии как бы главная задача – это обеспечивать нашу надзорную деятельность по проведению лабораторно-инструментальных исследований при проведении наших проверок плановых и внеплановых. Помимо того, что они обеспечивают нашу надзорную деятельность, они бесспорно занимаются и проведением лабораторных испытаний как лабораторный центр на договорной основе. Наш Центр гигиены-эпидемиологии является одним из крупнейших в Московской области Центров гигиены-эпидемиологии. У него очень хорошее оборудование, они освоили очень много методик, у них имеются два аттестата аккредитации. Первый – аттестат аккредитации как лабораторного, испытательной лаборатории Центра, а второй – это у них аттестат аккредитации на проведение оценок как органа инспекции. Это очень важные вещи, и они практически работают со всеми исследованиями, которые нормируются у нас гигиеническим нормированием. Они проводят микробиологические, санитарно-химические, санитарно-физические, паразитологические исследования. И, конечно, уровень наших специалистов, он очень высок. Радиологические исследования, вот наши специалисты по радиологии работают на всю область вообще. Наши Щелковские. Да, наши Щелковские. Поэтому, конечно, наш Центр гигиенно-эпидемиологии, он один из ведущих в Московской области. Он обеспечивает нашу работу по лабораторным исследованиям при плановых и внеплановых проверках. Они участвуют вместе с нами в проверках по отбору продукции, которую необходимо, мы считаем, посмотреть при плановой проверке, то ли это продукты питания в магазине, проводят замеры освещенности, микроклимата в детских учреждениях, воды бассейнов. То есть широкий спектр такой исследований, каких воздух, пожалуйста, закрытых помещений, воздух, рабочая зона на промышленных предприятиях. Они проводят исследования атмосферного воздуха, воды, открытых водоемов на содержание как микробиологических, так и химических загрязнителей. Это, конечно, очень такая важная и серьезная работа, которая позволяет нам, собственно говоря, правильно вести надзор. Я что хочу сказать. Если раньше мы могли говорить, вот определяется большой процент неудовлетворительных проб по микробиологии в продуктах, это расценилось, как бы плохо работает санитарная служба. Это начало 2000-х годов. Сейчас, конечно, при том уровне, который у нас, он значительно ниже тех параметров, которые были в конце 90-х, начало 2000-х годов, именно процент неудовлетворительных проб. Но вот наша Щелковская территориальная отдела и наш ФБУС, мы как раз с большим процентом продукции, несоответствующей по микробиологии. Сейчас это оценивается положительно, потому что это говорит о том, что правильно отбираются продукты именно те, которые являются эпидемически значимыми. Именно в них определяется наличие микробного загрязнения какого-то или химических веществ. Это очень нужно и правильно. Сейчас вот то, что я не сказала, а хочу, так скажем, до граждан довести. Произошли вот эти изменения в 294-м законе, и в нем все проверки, которые проводятся, они сейчас идут по риск-ориентированным критериям. А что это такое? То есть каждый объект, который стоит на надзоре, в зависимости от того, какую потенциальную опасность он может нести для населения, для работающих на этом объекте, вообще для населения любого в виде. Значит, вот в зависимости от этого все объекты разделены на 6 классов. Самые серьезные, неблагополучные, это объекты чрезвычайно опасные. Первый класс они. Какие? Можете пример привести? Значит, пример, вам вот сейчас, так сказать, их по области-то всего 120, это, конечно, к таким объектам относятся объекты, которые обеспечивают большое количество населения. Водоснабжение, крупные промышленные объекты, на которых работает большое количество людей, несколько тысяч. Ну, значит, это именно те объекты, которые осуществляют производство продуктов питания, но тоже крупные. Вот. Именно такие объекты. Значит, наша задача вот сейчас при составлении плана на 2018 год, а мы его уже должны будем полностью сделать в июле месяце, совсем уже скоро, мы должны вот эти все реестры объектов, которые относятся к первому, второму и третьему классу, риск ориентированного по критериям, да, четко представить и уже исходя из этого формировать план. Потому что те объекты, которые относятся к чрезвычайно высокому риску, у нас их будет 4-5, не больше, на всю нашу территорию, это объекты ежегодных проверок. Но другое дело, Щелковский водоканал. У Щелковского водоканала сколько объектов? Вроде бы субъект один. На всех не побываешь. Субъект один, а объектов-то огромное количество. Это и межрайонные очистные сооружения, это все наши водособорные сооружения, это все наши КНС-ки. То есть это огромное количество объектов. Здесь идет в субъектах. Вот. Тоже Фрязина, это Щелковский водоканал, обеспечивает водоснабжение. Вот. Вторые объекты, это высокий риск. Они проводятся, один раз в два года проводятся проверки. И третий, это значительный риск, один раз в три года. Объекты, которые попадают в шестой класс, они вообще, в принципе, не подлежат проверкам. Плановым. Это только внеплановые проверки, по каким-то вот обращениям, когда четко будет усматриваться риск, именно причинение вреда здоровью, или это будет что-то, так скажем, серьезный вопрос по защите прав потребителей. Ну, а если можно, скажите, кому так повезло, кто попал в шестую группу? Ну, пока говорить не буду, потому что, значит, к июлю месяцу это уже все четко определится. Я почему, как говорится, вот сейчас не могу еще вам четко сказать, потому что вот эти риски по нашей службе рассчитываются в специальной программе. И эта программа постоянно обновляется сейчас. В нее вносятся новые параметры для того, чтобы именно правильно произошла вот эта градация. Потому что, согласно вот этому риску, у нас, например, детские учреждения попадают в третий и четвертый класс. Но это пока вот в данной ситуации, как сейчас программа сделана, обязательно в эту программу она серьезная, большая, вносятся все результаты проверок, которые проводились. И именно по вот результатам проверок выявлялись ли нарушения, какие нарушения, в каком количестве, были ли при остановке этих объектов. Вот именно это должно и формировать вот эти критерии риска. Пока вот программа подводится к тому, чтобы это было ясно и понятно. Еще вот чуть-чуть осталось не совсем все это. Ну, это и Юлия по терпинам, я думаю. Да, да, потому что мы вот эти объекты, которые первого, второго, третьего, значит, класса по рискам будут, обязательно эта информация вывешивается. Руководители этих предприятий ознакомливаются с этой информацией. И дальше они уже определяют, если они считают, что их неправильно к этому отнесли, они могут обоснованно доказывать, что вот их могут, надо перевести в более низкий класс. Спасибо, Марина Леонидовна. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» начальник Щелковского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Марина Голованева. Напоминаю, программа идет в прямом эфире. Звоните к нам в студию 567-1440-567-1450. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня начальник Щелковского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Марина Голованева. Еще раз добрый вечер, Марина Леонидовна. И по совместительству еще и главный санитарный врач Щелковского района. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440-567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Может быть, у вас когда-нибудь у вас нарушали права потребителей. Можете проконсультироваться сейчас. Марина Леонидовна, давайте продолжим наш разговор. Я знаю, что сегодня вы были на заседании комиссии по безопасности. Администрации Щелковского района. И одним из вопросов, который там рассматривался, это нарушение в сфере торговли спиртосодержащей продукции. Все мы знаем, что после известных событий в Иркутской области у нас значительно все это дело ужесточилось. Если можно, подробно расскажите. Ну, конечно, ситуация, которая сложилась в конце 2016 года по употреблению спиртосодержащей фактически непищевой продукции, населением, приведущее к смертельным случаям, способствовало тому, что были приняты постановления главного государственного санитарного врача Поповой Анны Юрьевны о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции. Было постановление принято на два месяца, а сейчас с 27 марта принято очередное постановление номер 39 о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами на три месяца. Если первый раз было только спиртосодержащие непищевое, теперь уже еще и, так скажем, добавление, ароматизаторы и пищевые добавки. Потому что получается так, что цена такой продукции, она дешевле, чем цена пол-литра водки, и население активно, к сожалению, употребляет эту продукцию, которая ничего хорошего дать не может, а только может привести к негативным последствиям. Вот я на примере нашего Щелковского района могу, так скажем, такую данную дать. У нас ведется отчетная форма, статистическая, государственная, 12-15, так называемый токсикологический мониторинг. И сравнив данные токсикологического мониторинга за первый квартал 2016-2017 года по городу Щелково, могу сказать так. В 2016 году за первый квартал от употребления спиртных напитков у нас было 9 отравлений и все 9 отравлений со смертельным исходом. Ну это что, фальсификат, именно суррогат, алкоголь, купленный магазин? Это да, да. О чем вы говорите, не пищевые? Нет, метанол в этих веществах не содержался. То есть отравлений метанолом у нас не было. Но это та суррогатная продукция, которая не содержит метанол, но содержит другие вещества, которые не нужны. В этом году, в 2017, за первый квартал, у нас 5 всего отравлений, значит, спиртсодержащей продукции. И из них только 3 со смертельным исходом. В общем-то, можно сказать, конечно, пока пример такой одного квартала, но что есть реальная, так скажем, польза от проведения таких мероприятий. Ведь в мероприятиях по приостановлению реализации спиртсодержащей непищевой продукции участвуют не только мы, но участвуют МВД и другие органы, которые контролируют. И вот это, я считаю, хороший пример того, что нам необходим здоровый образ жизни. Мы должны бороться за продолжительность жизни нашего населения. А это способствует вот такие мероприятия именно этому. Сейчас есть 43-й приказ главного государственного санитарного врача Попова Иоанна Юрьевна о проведении внеплановых проверок по организациям, которые реализуют непищевую спиртсодержащую продукцию свыше 28% содержания спирта и вот этих пищевых добавок и ароматизаторов. Что такое пищевые добавки и ароматизаторы? Зачастую это, значит, вещества, которые выпускаются в емкостях больше 0,25 или 0,5 литра и предназначены как ароматизаторы или там добавки для теста, для добавления в самогон, в общем, очень различные. И вот их тоже население активно употребляет, так как у них цена очень низкая. Если вы придете в гиперглобус, вы там такой продукции не увидите. Вы увидите ароматизаторы, но там емкость 50-100 миллилитров будет стоить намного дороже. Но крепость там такая же высокая, да? Да, конечно, будет стоить намного дороже, чем полулитра водки. Ну а как вот быть, например, со стеклоомывающими жидкостями для автомобилей? Там же тоже достаточно высокая крепость. С обливающим жидкостям они сейчас вот в этой непищевой спиртсодержащей не рассматриваются. Промерки объектов, которые реализуют эту продукцию, сейчас не проводятся. Но когда проверки эти проводились с января месяца, после, так скажем, грустных ситуаций, то мы в нашем районе также обнаруживали такие организации, которые занимались реализацией охлаждающих жидкостей, которые не замерзающих, которые содержали метанол. В первый же день, как мы только вышли, мы сразу обнаружили. Причем определить, что эта жидкость содержит метанол, вот так зрительно, ну это невозможно, с одной стороны. А с другой стороны, на данную продукцию как бы было все. Когда ее исследовали, получилось, что она не соответствует. Ну наказали, естественно? Нет, конечно, наказали. И по Московской области очень много было производителей, которые были зарегистрированы на одни и те же адреса, а их там вообще не находилось. Но Московская область не лидер в производстве таких жидкостей. Очень много таких предприятий в Москве, вот Нижегородской области, у нас с Московской области. Мы в основном, конечно, встречали реализаторов, которые реализуют такую жидкость именно не с содержанием метанола. Ну вот, если можно, еще одно наименование, да, я имею в виду дешевый одеколон, конечно, не французского производства, вот такие, которые совсем дешевые. Ну дешевые одеколонны, да, в больших емкостях, у них процент по 70, по 80, они тоже сейчас запрещены к реализации. Я хочу сказать гражданам, конечно, если вы видите вот такие нарушения, что производится реализация такой продукции, содержащей непищевой, более 28% в больших объемах, то, пожалуйста, сообщайте нам, потому что мы сейчас проводим внеплановые проверки, и мы вашу информацию посмотрим, проверим, и будем вам благодарны за то, что вы стоите на страже здоровья нашего населения. Ну вот если можно, напомните еще только объем. Вот крепость, понятно, свыше 28, а объем не должен превышать? Объем это больше 100 миллилитров. То есть 100-граммовый пузырек одеколона допускается в продаже. Ну давайте продолжим разговор, опять вернемся к работе нашей районной администрации. В частности, недавно на совещании с главами поселений была затронута тема ярмарочной торговли, и в частности были ужесточены требования к тем, кто на этих ярмарках торгует. Я предлагаю посмотреть еще один короткий видеосюжет, а потом мы вернемся к этой теме. Ужесточились требования к проведению уличных ярмарок. Это касается и внешнего вида торговых рядов, и оформления документации. Большое внимание уделяется санитарным требованиям и информационной составляющей, анонсированию мероприятий и отчетности по факту проведения ярмарки. Несмотря на то, что эти требования достаточно понятны и подразумевались, но, наверное, не всегда в должной степени исполнялись. Это и униформа для продавцов. Это были требования, но не все их придерживаются. Это униформа, и каждый стенд должен быть нумерован. Это и наличие информационных стендов, и наличие сертификатов, и наличие четкого понимания от перечни продукции. Это и запрет продажи продукции, которые, как золото, шубы, которые просто продавать нельзя на ярмарке, потому что это ярмарка товаров социального значения. Если можно, что касается сферы вашей деятельности, Роспотребнадзора, ярмарок, здесь, наверное, и санитарные условия, и то, о чем говорилось в репортаже, внешний вид продавцов, какая-то униформа, ну и, соответственно, те продукты, которые просто сопрещено реализовывать. Ну, что касается ярмарок, здесь, конечно, застрельщиками во всех правилах все является Министерство потребительского рынка Московской области. Разработан и порядок формирования сводного перечня, проведение ярмарок на территории Московской области, и методические рекомендации по организации ярмарок, где все прописано четко, что должно быть. И вот сейчас мы слышали, что какие стенды, какие палатки, сколько площадь, что должно быть вывешено, кто должен торговать, какая продукция. Обязательно должны быть холодильники, если это продукция, требующая соблюдения температурного режима. Обязательно должны быть установлены туалеты, обязательно должны быть места, где можно помыть руки. Вот это все именно требования должны соблюдаться. В нашей части, касаемо санитарного законодательства, чтобы мы могли прийти и проверить ярмарки, это практически нереально. По одной простой причине, что законодательство так устроено, 294 закон, что мы должны в данном случае только по обращениям можем прийти и проверить. Но здесь должен быть конкретно указан, кто организует торговлю. Мы можем проверить только ту фактически организацию, которая эту ярмарку и организовывает. А краткость времени пребывания, оно зачастую просто не позволяет мероприятия даже какие-то провести. Но я могу сказать, что за прошлый год, при том количестве ярмарок, которые проводились на всех вот этих наших четырех территориях муниципальных образований, у нас было всего две жалобы. Ну вот покупатели, естественно. Да, всего две жалобы были, что в принципе говорит о том, что, наверное, все-таки организация неплохо, так сказать, ярмарок проводится. Все-таки с соблюдением тех требований, которые записаны. Ну а теперь давайте поговорим не о тех, кто торгует продуктами, а о тех, кто их производит. Я имею в виду сельхозпроизводителей наших местных. Им, конечно, сейчас вроде и зеленую улицу им дали, и законодательство в некотором роде ослаблено, по крайней мере, что касается налогов, насколько я знаю. Ну а вот вообще как осуществляется контроль за качеством продуктов, которые производят они? И вообще вот насколько сложно получить санитарное разрешение на производство всех или иных продуктов? Ну сразу могу вам сказать, что никаких санитарных разрешений от органов Роспотребнадзора производители у нас не получают. Опять же, согласно того же 294-го федерального закона, статьи 8-й, у нас практически все производство пищевых продуктов попадает под уведомительный характер. И поэтому, когда иногда вот обращения поступают к нам, и люди пишут, как вы могли разрешить. Мы никаких разрешений не даем. Это, значит, по закону 294-го, у нас презумпция добросовестности, и юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, открывая производство, подает только уведомление Управлению Роспотребнадзора по Московской области. И в течение трех лет, если на данного производителя жалоб не будет, проверить его невозможно. Но с учетом того, что сейчас вот эти изменения в 294-го, по рискориентированному подходу, если мы его не проверяли, если у нас не было обнаружено нарушений никаких, то, соответственно, такой производитель попадет у нас там в 4-й, 5-й, а то и в 6-й класс, то они же все малое предпринимательство, соответственно, очень как бы сложновато его проверить. Но есть другие моменты. Вы все слышали, наверное, про африканскую чуму свиней. По африканской чуме свиней у нас есть приказы за главного государственного санитарного врача о проведении внеплановых проверок. Это касается, конечно, как производителей предприятий, которые работают с мясом свинины, так и реализаторов продукции такой. Мы можем... Сейчас еще пришел приказ о проведении таких проверок в течение 2017 года по производителям, переработчикам мяса птицы и по, так скажем, реализаторам мяса птицы, что мы тоже будем делать и производить. Кроме того, вот сельхозпроизводители, многие, они же являются поставщиками в детские лагеря продукции своей. А по детским лагерям вот уже второй год в прошлом году и в этом году выходят также приказы главного государственного санитарного врача о проведении проверок как поставщиков продукции в летнее оздоровительное учреждение, так, соответственно, и организаторов питания в детских оздоровительных учреждениях летнего отдыха. Вот поэтому вот они вот в этой части. Ведь надо же помнить о том, что у нас действует, так скажем, мораторий на проведение проверок малого бизнеса до, в плановых, до 31 декабря 2018 года. Мы малый бизнес в проверки не вставляем. Ну и как быть, а если они нарушают? Только по жалобам граждан? По жалобам, по обращениям граждан. Вы знаете, сейчас другой момент еще. Ведь получается такая система. Ведь ту продукцию, которую наши производители выпускают здесь, направляют по всей стране. Если эту продукцию отобрали в другой территории, и она не соответствует, а у нас практически по основной массе продуктов действуют уже технические регламенты, не соответствуют техническим регламентам, эта информация поступает к нам, и мы проводим мероприятия. Поэтому планово мы объекты многие не смотрели, а многих производителей, так скажем, молочной продукции, мясной продукции, птицеводства, мы проверяем именно по вот этим, так называемым, модулем. То есть та информация, которая пришла с другой территории. Но здесь это касается не только продукции пищевой, но это касается и непродовольственных товаров. Вот мы много работаем по детские соски, так скажем, в одной территории, не соответствовали, там обнаружили, вот фенол. Здесь дальше у нас... И игрушки, наверное, тоже. Ну, по игрушкам у нас, как правило, мы не встречались с этим, что-то где-то посредством защиты. Где-то по изделиям, изделиям, товарам косметическим, да, которые, как бы, получается, по этикеткам рекламируют себя как лекарственные препараты. То есть помимо микробиологических, каких-то химических свойств товара, мы же контролируем еще и маркировку товара, что на товаре указано. Вот. И, соответственно, вот у нас уже неоднократно, когда продукция просто-напросто обыкновенный крем, а пишут прямо вот сейчас тебя вылечит от радикулитов и от всего, как лекарственный препарат. То есть вот такая... Вообще работа наша в последнее время, она меняется. В лучшую сторону для вас. Она, как бы вам сказать, она расширяет наши возможности. Защита прав потребителей, вот это понятие, оно, конечно, расширяет вообще понимание наше, мы раньше знали санитарный надзор, и мы многое видели только как санитарный надзор. А сейчас мы уже понимаем вот эту четкую взаимосвязь и единство между санитарно-эпидемиологическим надзором и надзором в области защиты прав потребителей. Марина Ленин, ну вот завершая программу, да, хочу спросить, все-таки не за горами лето, да, и вот вы упомянули о летнем отдыхе детей, но, наверное, стоит поговорить вообще о летнем отдыхе для взрослых, да, какие вообще особенности, вот скажем, эпидемиологически, вот у нас уже сезон гриппа прошел, хотя по ночам еще минус сейчас, но все равно... Нет, сезон гриппа уже прошел, и это однозначно, да, все. Я хочу обратить внимание граждан, которые собираются выезжать как на нашу территорию, так и за границу. Бесспорно, вы должны представлять, куда вы едете, потому что есть ряд территорий, которые опасны в эпидемиологическом плане. Конечно, это наши территории севернее Московской области и восточнее, это и Урал, это и Сибирь, те территории, где у нас большое количество, значит, клещей, и именно те территории, которые эндемичны по клещевому энцефалиту. То есть эти клещи являются источниками, значит, они содержат в себе вирусы клещевого энцефалита. Укус может привести... То население, которое проживает в этих территориях, оно планомерно прививается от клещевого энцефалита. А вот мы, которые не проживаем в такой территории и выезжаем на эти территории эндемичны, можем попасть в эту ситуацию негативную. За прошлый год в нашей стране около 7 тысяч человек заболели клещевым энцефалитом. В целом по стране? В целом по стране, но эта цифра серьезная, потому что это заболевание практически со стопроцентной инвидиализацией. Кроме того, когда мы выезжаем еще в другие территории, допустим, в территории Южной Америки или куда-то в Африку, есть такое заболевание, как лихорадка, желтая лихорадка, от которой однозначно единственным способом сохранения жизни является прививка. И на эти территории вообще люди не допускаются без таких прививок. Нужно представлять, что в ряде стран у нас распространена холера в той же Индии. И завозные случаи ежегодно встречаются и привозят холеру. Сейчас такое заболевание, как корь, широко встречается в Европе. Это тоже ничего хорошего не может привести. А мы, так скажем, в определенной степени как бы потеряли несколько лет назад тот процент привитости населения, который у нас был. И по Российской Федерации были случаи и в той же Московской области, и даже групповых заболеваний, корью. Корь – это тоже тяжелое инфекционное заболевание. Особенно для взрослых. Для взрослых. Да, да вообще все детские инфекции, они для взрослых протекают намного тяжелее, чем они протекают для детей. А вот по клещам, я хочу сказать, у нас уже вот, что тут теплая погода была, за прошлую неделю шесть укусов клещей. Это вот по городу Фрязино, Щелковском району. Как долго действует прививка от того же клещевого энцефалита? Прививка клещевого энцефалита – это не однократная прививка. То есть это как минимум двукратное введение, а потом еще ревакцинация. Это надо представлять и знать. Поэтому начинать это надо делать как минимум за два месяца до того, как вы собираетесь выезжать. Это вот сейчас самый период. – Большое спасибо, Марина Леонидовна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Щелковского территориального отдела Марина Голованева. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. – До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова